Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Алексей Душка, я журналист, и сегодня у меня в гостях Олег Пензин, экономист. Олег, здравствуйте. Добрый день. Сегодня будем говорить о том, что март месяц называют апокалипсисом для российской экономики, правда это или нет. Китай поглотит или поглотит российский рынок какими товарами, и Путин загоняет страну в нищету. Об этом во всем сразу после Блиц-интервью, напоминаю это вопрос от наших зрителей, на которые отвечаем коротко. И вот один из первых вопросов. Какая самая большая экономическая проблема у Путина внутри страны? Самая большая? Ну, я так понимаю, что самая большая проблема это падение реальных доходов в России. Потому что это то, что формирует то противостояние, которое есть между холодильником и телевизором. Пока побеждает телевизор, все хорошо. Как только начинает побеждать холодильник, резко падает количество людей, которые поддерживают войну в Российской Федерации, в Украине. То, естественно, очень здорово бьет по рейтингам действующей власти. Ну, мы желаем им побыстрее падение действующей власти. Следующий вопрос. Какая самая большая экономическая проблема Путина в мире у России? У Путина. Цена на нефть. 35% доходов российского бюджета – это доходы, связанные с нефтедолларами. И 15% связанные с доходов российского бюджета – это продажа нефтепродуктов. Как только идут какие бы то ни было процессы, связанные с установлением прайс-кэпа максимальной цены на нефть и падением реальных доходов российского бюджета от продажи нефти, то есть так называемых нефтедолларов, сразу резко сокращается возможность финансирования войны, возможность финансирования социальных программ, что, естественно, опять же, ведет к ухудшению рейтингов действующей российской власти. Российские пропагандисты говорят, что Европа беднеет, потому что дает денег Украине. Это правда? Нет, это не правда. Я бы сказал несколько по-другому. В Европе реально тяжело на сегодняшний момент в связи с высокими доходами, с высокими затратами на энергоносители. То есть то, что было спровоцировано политикой Российской Федерации на европейском энергетическом рынке. Суммы потерь оцениваются в триллион долларов Европы от чрезвычайно высоких цен на газ. Но как следствие этих процессов отказ европейцев от дорогого российского газа. То есть подобными своими действиями Российская Федерация полностью потеряла, ну, по крайней мере, по нефти полностью, а по газу значительно потеряла европейский рынок. То на сегодняшний момент достаточно болезненно уже отказывается на доходах российского бюджета. Хорошо, это были вопросы от наших зрителей. Напоминаю, еще будет второй блиц, а мы сейчас переходим к вопросам общим, которые вот интересовали нас последнюю неделю. И я читаю российские паблики и много говорят о том, что март месяц должен стать апокалипсисом для российской экономики. Это какие-то вбросы? Такого не будет? Или действительно это реальная ситуация, которой стоит приготовиться россиянам? Ой, слушайте, ну, наверное, уже неоднократно говорилось, что с 5 декабря начала работать эмбарго на российскую нефть. С 5 декабря ввели прайс-кэп, максимальную цену на продажу нефти третьим странам, на которые завязаны страхования танкеров и груза. Поэтому первые по-настоящему серьезные ограничения по российскому бюджету, то есть то, что называется нижней точкой падения российской экономики, это вот, собственно, ну вот, март, февраль, ну, скорее март. С 5 февраля нефтепродукты ограничиваются. Поэтому март, да, это нижняя точка падения российского бюджета. Хорошо, смотрите, вот я сейчас задам вопрос, которым интересует, наверное, какую-то часть нашей аудитории, которые скажут, вы знаете, да наш Володя Путин, никому нефть не будет продавать, и жрите вы там какую-то нефть американскую, которая там дороже, и то, и като, и десятая. Но я так понимаю, что это приносит беду экономическую и России, в первую очередь, если не продавать даже по 49 долларов. Или я не прав? 36% доходов российского бюджета – это продажи нефти. 36% доходов российского бюджета – это много. Это очень много. Ну, например, потому что 36%, знаете, вот что такое 36 долларов, я знаю, я их держал в руках. А что такое 36%? Ну, российский бюджет – это где-то 350 миллиардов долларов. Украинский – где-то 70-80 миллиардов. Ну, вот треть – это 100 миллиардов долларов, грубо, доходов от российской нефти в год бюджета. 100 миллиардов долларов – это много или мало? Это больше, чем украинский бюджет? Да, это больше, чем украинский бюджет. И какая цепочка из этого произойдет? Ой, ну смотрите, мы же понимаем с вами, да, что каким образом обеспечивалось неуклонный рост доходов россиян последние годы. А россиян действительно увеличивали реально каждый год доход. Они же обеспечивались не за счет того, что Россия вдруг неожиданно там начала производить какую-то высокотехнологическую продукцию, которая обеспечила весь мир, правда? Это обеспечивалось за счет того, что увеличивалась добыча полезных ископаемых энергетических, увеличивался объем их реализации. При этом нужно понимать, что это было только некие крохи от тех реальных доходов, которые получали от продажи этих энергетических ресурсов. Основные суммы оставались на счетах российских олигархов. А некие крохи, да, вот они попадали в бюджет и таким образом подкармливали основную массу российского населения для того, чтобы народ не слишком сильно возмущался. Если сейчас эти крохи попадать в бюджет не будут, то и подкармливать будет нечем. И уровень доходов российского бюджета на счет существенно падает, как следствие падает в социальные программы. Это то, что мы с вами говорили с самого начала. Когда обсуждали, что конкретно может повлиять на соревнования между холодильником и телевизором. Так вот, вот эти деньги, о которых мы с вами говорим, это деньги, которые всегда помогали побеждать телевизор. Если бы доходы от нефти и газа, вот не крохи, а какой-то большей частью попадали все-таки в государственный бюджет, не знаю, в государственную казну, это бы помогало российской экономике выйти на уровень каких стран? Ой, слушайте, вы знаете, есть такая маленькая интересная страна Куэйт, где четко было обозначено, какой конкретно процент доходов от продажи нефти должны попадать на стол гражданину Куэйт. Речь идет о 50 тысячах долларов на рождение ребенка, речь идет о бесплатном образовании в лучших странах мира, речь идет о очень высоких доплатах людям. Простым гражданам, простым гражданам, которые обеспечивали очень высокий уровень жизни в стране, которая возникла не на шикарных черноземах, не в лесистой местности, а возникла в пустыне, где насыпались острова, чтобы увеличить песковую, чтобы увеличить объем площади под застройку кварталов жилых, где люди были чудовищно бедны, а стали по доходам сопоставимы с развитыми странами мира. Просто потому, просто потому, что не крохи, а достаточно серьезная часть, и это при том, что их лидеры продолжали купаться в золоте. Но серьезные деньги поступали и каждому конкретному граждану. По доходам от продажи нефти, страны опять где-то как-то в принципе сопоставили. Но как живут жители Арабских Эмиратов и как живут простые россияне, я думаю, что россиянам рассказывать не нужно. Разница чрезвычайно ощутимая. 50 тысяч долларов за рождение ребенка, да? Я просто пытаюсь это представить, 50 тысяч долларов, да? Это ложится на специальный счет, который потом будет использоваться ребенком для получения образования, для медицинского обслуживания, для других мероприятий, которые ребенок будет иметь. Некий такой, извините, в российских реалиях материнский капитал. Мы должны понимать, что Российская Федерация – это очень богатая страна. Богатая природными ресурсами, которые по российской конституции являются достоянием всего народа. А раз это достояние всего народа, то весь народ имеет полное право на пользование доходами, полученным от продажи этих ресурсов. А если вы являетесь крупнейшей в мире страной, которая добывает газ, а у вас 30% населения не газифицировано, тогда вот как бы возникает вопрос, а правильно ли ведется экономическая политика. Россиян обманули на том, что им не доплачивают деньги за то, что по сути их. И второй момент их обманули, когда их отправили на войну с Украиной, рассказывая, что они получат какие-то дивиденды от этого. Как-то так, да? Ну, смотрите, любая война – это смерть. И жизнь человека не стоит денег никаких. Ну, это расскажите россиянам. Да, поэтому в этой ситуации любая война – это крайне отвратное мероприятие. А особенно война агрессивная, особенно война оккупационная. Давайте перейдем к следующему вопросу. Китай поглотит российский рынок. Тоже российские паблики пишут, что они опасаются, что дешевые некачественные товары из Китая станут огромной проблемой для российской экономики, для российского потребителя. Уже говорят, что запчасти для автомобилей, которые ломаются через 2-3 месяца. Уже читал такие статьи, что вот невозможно на немецкий автомобиль поставить китайскую запчасть, чтобы она долго ездила. И т.д. и т.п. Такое произойдет или это уже произошло? Уже. Это уже происходит. И мы с вами, ну, об этом говорили в наших с вами беседах достаточно давно. Ну, святое место пусто не бывает. Если качественный товар уходит с рынка, на его место приходит либо серый импорт, либо контрафакт. Ну, серый импорт тяжело, да, завести, потому что в таких объемах это все-таки… Серый импорт, во-первых, дороже намного. Во-вторых, серый импорт не может обеспечить всех 100% спроса. Потому что серый импорт, он идет через третьи страны, и он идет в значительно меньшем объеме, чем требуется российскому рынку. Да, когда, например, та же Грузия увеличивает закупки бытовой техники в 30 раз, то все прекрасно понимают, что эта бытовая техника идет не к грузинскому потребителю, она дальше поедет в Российскую Федерацию. И страны, которые ушли из Российской Федерации по репутационным мотивам, очень четко отслеживают динамику наращивания объемов продаж для своих сервисных центров в других странах, для того, чтобы не потерять репутацию таким образом. И еще один момент. Понимаете, тут же хитрость в чем? Есть такое понятие гарантийной обслуживания. Если вы купили, например, автомобиль, вы имеете определенный период времени его эксплуатации в виде гарантийного обслуживания. Гарантийное обслуживание не может оказываться серым импортером. Серый импортер не обеспечивает вам необходимого сервиса. Все проблемы, связанные с отказом тех или иных систем вашего автомобиля в процессе гарантийного обслуживания, теперь гарантийного срока, теперь это ваша головная боль. А это объясняется очень просто. Страна-производитель, компания-производитель ушла с вашего рынка просто потому, что она не хочет пачкаться, работая с вами. И это, смотрите, не только, я понимаю, это не только автомобили, это вот давайте вы говорите, что закупилось. Я взял автомобиль в качестве такого наиболее яркого примера, который достаточно понятен любому потребителю. Телевизоры, микроволновки, да? Речь касается на все товары длительного польза. Как это будет происходить? Смотрите, сломался у человека телевизор, вышла из строя какая плата, и что дальше? Человек бежит к продавцу, а продавец говорит, извини, я не имею никакого отношения к этому делу, я тебе продал, я гарантии не несу, тебя предупредили, что это серый импорт, который зашел. Сори. И вот человек начинает бегать и за собственные деньги искать ту запчасть, которая по той или иной причине вышла из строя. И у него есть альтернатива, можно купить китайскую запчасть, которая проработает две недели, а можно достаточно долго ждать импортную, которая приедет по серому, по механизму серого импорта. А потом, когда он получит эту запчасть, ему нужно будет искать специалиста, который будет готов провести сервисный ремонт. Это, опять же, он за это будет платить. И, понимаете, если мы с вами говорим о бытовой технике, эта ситуация, она не настолько острая. Вот если мы начинаем говорить с вами о сложной автомобильной, например, технике, о том же автомобиле, наверное, ни для кого не является секретом, что замена серьезного блока в автомобиле требует активацию этого блока через центральный сайт компании-производителя. То есть идентификация ВИН-номера вашего автомобиля прописывается при активации этой запчасти. Это касается не только автомобилей, это касается самолетов, это касается крупной, серьезной техники, за функционирование которой производитель несет ответственность. Если бы был другой президент, другая власть, демократическая, Россия бы стала развитой, богатой страной? Слушайте, история не имеет сослагательного наполнения. Вот огромная беда. Давайте припустим как-то по-русски. Предположим. Предположим, да. Мы имеем то, что мы имеем. я думаю, что та политическая ситуация, которая есть сегодня в Российской Федерации, она ухудшает экономическое положение граждан. и любые военные расходы это не производительные расходы. Это расходы, которые отбирают деньги у простых граждан. Потому что вы либо даете гражданину деньги, либо тратите их на оружие. и к сожалению ситуация складывается таким образом, что ведение несправедливой войны это черная дыра, в которой улетает благосостояние граждан. Поэтому, к сожалению, то, что мы видим сейчас, это только начало. Будет еще хуже. На этой прекрасной ноте предлагаю перейти к второму Блиц интервью, напоминаю это вопросы наших зрителей, на которые нужно ответить коротко. Сколько репараций должна выплатить Россия Украине? Назовите сумму. Репарации будут зависеть от оценки убытков Украины, нанесенных Российской Федерацией. Чем дольше продлится война, тем эти убытки будут больше. И если российское общество не хочет платить десятилетиями будущих поколений, войну нужно прекращать уже и уходить с территории Украины высвобождая то, что было захвачено. Какая сумма сейчас оценивается? Есть какая-то приблизительная оценка? Да, есть разные оценки. Есть оценки от 300 до 600 миллиардов долларов. Но опять же, каждый новый день войны эти убытки увеличивают. А то, что Россия будет платить репарации, я думаю, ни у кого на сегодняшний момент в цивилизованном мире не вызывает сомнений. Потому что речь о справедливом наказании агрессора поднимается уже на самых высоких самых высоких трибун. И понимаете, тут же еще один момент. Есть момент справедливости. Если агрессор не наказан, это дает возможности другому агрессору вынашивать преступные планы по поводу военных действий других стран. Поэтому как на Нюрнбергском процессе был наказан фашизм и агрессор так и на будущих уголовных трибуналах будет наказываться агрессор для того, чтобы никогда не было повадно в будущем лезть на чужие территории. сумму, которую определяют как репарацию, ее придется платить сколько лет или десятилетий? Вы знаете, это я так понимаю, что будет согласовываться с политическим руководством страны, которая будет по суду определена агрессор. Это раз и второй лоб. понимаете, в чем нюанс? Нюанс заключается в том, что есть же еще моральный аспект. Просто если мы с вами вспомним, что происходило с немцами из Германии после Второй мировой войны, то немцы очень долго психологически были в ощущениях грандиозной вины за совершенные преступления. Весь мир относился к ним как врагам. То, что сегодня происходит между Украиной и Российской Федерацией рано или поздно должно закончиться подобным же искуплением вины. И речь идет не только о финансах, речь идет и о психологических вещах, которые сегодня происходят на территории Украины. Это сложнее, чем просто репарации, понимаете? Это вещи, которые касаются моральных вещей. Вы знаете, когда мы говорим о моральных вещах, я не думаю, что половине россиян тут не наплевать на то, что происходит в Украине. Вот половине, как минимум. Вы знаете, я вам хочу сказать следующее. Тогда, когда была война фашизма, немецкого фашизма цивилизованным миром, большей части немцев было глубоко наплевать на моральные вещи. Но как все сильно поменялось после того, когда германия, германский фашизм проиграл во второй мировой войне. Понимаете, это вещи, они рано или поздно догоняют любого обресса. И тот народ, который допустил подобные вещи. поэтому сегодняшнее психологическое состояние большей части российского общества далеко не показатель того, что будет по окончании войны. Давайте мы не будем проводить подобные вещи. Санкции с Россией снимут сразу после ее капитуляции или на это нужно время? Вы знаете, ведь санкции напрямую привязаны к конкретным процессам, которые происходят. Санкции введены, например, за оккупацию Украины. Санкции введены за оккупацию части Украины. Санкции введены за конкретные вещи, которые делает обрессор. Как только будет исчезать основание введения санкций, санкции будут сниматься. Так это работает. Пока есть основания, санкции будут действовать. Сколько российская экономика будет переживать урон от санкций? Сколько она будет восстанавливаться? Мы с вами помните, говорили о таком слове, как репарации. Это тоже будет сниматься с российской экономики и тоже будет однозначно ухудшать, удлинять срок ее восстановления. То есть я думаю, что это действительно идея. Простые россияне понимают, что санкции это не про сыр, дорблю или креветки. Это уже реально про их холодильник и их жизнь. Мы с вами сегодня отвечали на этот вопрос все время, которое разговаривали. Потому что там вся ситуация значительно сложнее. То есть речь идет о повседневных вопросах, которые касаются россиян. Речь идет о дешевых товарах, речь идет о росте цен, речь идет о падении дохода. Вот что такое санкции сегодня. То есть то, что говорили о возвращении России в 90-е, а возможно даже не в 90-е, а где-то там в 80-е, когда на полках был только березовый сок. В 90-е, в 80-е там были совершенно другие условия. В 90-е да. Возвращение в 90-е ждет Россия уже в марте, поскольку никто пока не собирается выводить войска. Ну что ж, удачи вам пройти еще раз 90-е, и мы их очень все хорошо помним. Надеюсь... Я же хочу сказать еще один момент. Смотрите, есть очень интересный показатель. Сегодня уровень безработицы в Российской Федерации беспрецедентно упал. Сегодня, если, например, летом, ну, самые худшие показатели безработицы было 14% трудоспособного населения, летом было 9%, в 3,9%. Сегодня у Российской Федерации обратная ситуация. Сегодня в связи с огромным количеством людей, уезжающих с Российской Федерации, людей, прячущихся от так называемой мобилизации, резко возник дефицит высококвалифицированных кадров для обеспечения функционирования российских предприятий. сегодня найти специалиста невозможно, потому что специалист удрал. Вот в чем проблема. И это сегодня в действительности очень серьезная проблема российской экономики. То есть, если посмотреть на динамику занятости, сегодня вроде бы самый низкий уровень безработицы. Проблема найти квалифицированные кадры. Все то, что могло хоть каким-то образом себя реализовать за пределами России удрал. Ну что ж, кто удрал, кто поехал умирать в Украину, а всех остальных ждут прекрасное возвращение в 90-е. Как говорят сами россияне, поживем увидим. Ну вот поживите, посмотрите. Мы-то помним, как это было. Олег, большое вам спасибо за сегодняшнее интервью. Очень все четко, по полочкам, а главное, очень познавательно для некоторых наших зрителей. хорошего дня, ждем победы Украины. Всего доброго. Украины. Продолжение следует...